Не могу найти, просто я ищу то, что мне, ну, хотя бы понятно в формулировке. Не могу найти и понять причину, почему для меня проблема любые поездки. Кристина, ну, давайте с вами поговорим, давайте вот это обсудим 2.2.1. Не могу найти и понять причину, почему для меня проблема любые поездки. Чувствую вину из-за этого перед собой. Какая-то локальная тема, но, скорее всего, она очень даже и не локальная. Непонятно, вот все раз, два, три, четыре, пять, все пять человек написали свои заявки. Если честно, я не могу сказать, что я как-то понимаю, о чем идет речь, хотя бы абстрактно даже. Ну, давайте сейчас пальцем в небо посмотрим. Кристина, позвоните мне. Не получается справиться с чувством одиночества. После расставания с чувством одиночества. Слышно? Да, добрый вечер. Выключайте, пожалуйста, трансляцию основную в компьютере и говорите со мной только по скайпу. Алло. У меня такая причина. Подождите, добрый вечер еще раз. Выключайте, пожалуйста, трансляцию в компьютере и говорите со мной только по скайпу. Получилось это сделать? Выключили трансляцию. Супер. Вы меня слышите хорошо. Да, я вас слышу хорошо. Добрый вечер еще раз. Великолепный. Добрый. Альфей. Так. Кристина, да, сколько вам лет? 52. Так. Можете сформулировать вашу жалобу? Я вот не совсем у него понял. Как она выглядит? Не могу найти причину и понять. Любые поездки. Что значит любые поездки и в чем вы видите проблему? Ну, проблема в том, что, допустим, если я собираюсь в какую-то поездку в другой город. В другой город. Это начиналось сначала на большие расстояния. У меня начиналась такая тревога, что я не могла собраться. Практически была бессонная ночь. Я не спала. Не могла уснуть. А на утро, когда просыпалась и нужно было собираться в дорогу ехать, то у меня начиналась тошнота, рвота, повышалось давление. И, в принципе, я не могла в таком состоянии уже собраться и поехать. Поэтому приходилось откладывать поездки. А если, допустим, и не приходилось, а собиралась, пересиливала себя, когда я ехала, то, в принципе, и в дороге это случалось. Я очень рвала, мне было плохо, я еле доезжала до пункта назначения. И после этого мне там практически пару дней нужно было отходить от этой поездки. И уже даже заранее, допустим, если я знала, что мне ехать, допустим, билеты через неделю, у меня вот эта неделя постоянно была тревога. Я не могла себя настроить. Я практически даже худала, вес теряла, потому что кушала плохо. Я все с мыслями этими, как я поеду, как я соберусь, как я перееду, все ли нормально будет. Ну вот такая причина. А в дальнейшем уже получалось так, что даже и на близкие расстояния, уже по городу перемещение, для меня это было сложно. Допустим, переезжать куда-то, вот такая тревога, такое напряжение. Ну вот так случалось. Даже уже, допустим, такие события, как там выпускной у дочери, допустим, это такое праздничное событие, волноваться, в принципе, не надо. Но для меня это очень тревожно. Я даже, когда собиралась на выпускной к дочери, для меня тоже опять вот этот скачок тревоги, повышенное давление скачет, рвота. Ну, конечно, я собралась, пересилила, но уже это как праздник. Он не был для меня праздником. Я просидела ради дочери, чтобы ей сделать приятное. Но я как выжатый лимон, получается, после всего этого. Вот такая причина у меня. И я не могу понять, от чего это. Я не могу с этим справиться. Сначала я не понимала даже этого всего. Вот на вашем семинаре я только поняла, что со мной происходит. Начиналось с того, это уже длится буквально 19 лет. Я в 33 года, вот как невзапно, вот оно как нахлынуло на меня. Я не понимала, что происходит, вот мне плохо и всё. Потом уже я стала замечать, что это происходит именно когда мне нужно собираться в дорогу, какая-то тревога. Сначала думала, какая-то болезнь. Ходила на обследование, как вы говорили. И гастроскопию, и УЗИ, и всё, и всех врачей, и эндокринолога, и щитовидку. В принципе, всё нормально. Кристина, подождите, пожалуйста. Можете мне ещё назвать как минимум два места или два обстоятельства, при которых возникают тоже такие же симптомы. Тревога, давление, рвота, тошнота. Два места. Я услышал обстоятельства. Первое – это какая-то дорога, какая-то поездка. Это неважно, сейчас уже куда далеко или не так далеко. Какая-то поездка, куда вы едете. Второе обстоятельство я услышал – это выпускной, например, дочери. Ещё пару примеров приведите. День рождения, даже любое волнение, переживание, допустим, что-то связан, даже болезнь близких, родных. Я уже заметила в последнее время, что если я волнуюсь, то мне становится плохо. Вот любые, особенно отрицательные эмоции, что-то происходит в моей жизни, какие-то волнения. И вот буквально, как вроде кто-то у меня кнопочку включает. Я уже говорила, у меня такое впечатление, что мгновенно это получается. Как запускает мгновенно, становится буквально за какую-то пару минут неплохо. Всё, тошнота и пошло-поехало, скачки давления. Понятно. У вас есть какая-то гипотеза, Кристина, по этому поводу? Ну, я уже анализировала после вашей… Сейчас, подождите, подождите, Кристина, подождите, пожалуйста. Значит, пожалуйста, коллеги, я хочу вам сейчас показать очень хороший вариант. Когда я буду заниматься подготовкой, точнее, подготовкой, а личной такой супервизией моих коллег, мы соберёмся, сначала, например, мы будем собираться в этой программе, и у нас, у меня, в моём личном блоке будет такой формат, когда я буду вот так работать с человеком, и я буду делать паузы и задавать вопросы коллегам. Вот я бы хотел, например, сейчас показать это. Коллеги, вот, например, сейчас здесь столько-то у нас психологов. Я сейчас попрошу каждого из вас сформулировать гипотезу, о какой проблеме центральной идёт речь. Мне сейчас она очень предельно понятна. То есть, вот у нас кейс разбирается сколько? Пять минут, да? Вот, для меня сейчас проблема ясна. Ну, как на ладони практически. Во всяком случае, гипотеза ясна, как на ладони. Да, у меня к вам просьба сейчас. Если есть психологи, если есть специалисты, которые хотят попробовать свои, скажем так, силы в гипотезе, пожалуйста, напишите в чате... Кристин, подождите буквально минуточку? Да, да, конечно. Напишите, пожалуйста, в чате, о чём идёт речь. Тут достаточно только пару-тройку слов. Если есть психологи, если есть консультанты, врачи. Просто когда у меня будет курс по переподготовке профессиональной, я буду обязательно делать такие вот интересные упражнения. Сначала у меня первый вопрос по кейсу. Какая гипотеза вот из того, что вы услышали? Психологов у нас, наверное, нету, да? Потому что это всё-таки клиентский курс. Хорошо. Кристина, давайте с вами продолжим. У вас какая гипотеза по поводу самой себя? Ой, я вот и не знаю. Поэтому, в принципе, когда всё это началось, как вы говорите, что, допустим, Алексей, что это не может, причина всегда должна возникнуть намного раньше. Вот я уже сравниваю, почему это произошло. Может, это так? После рождения ребенка было. Хотите, мы сейчас кое-что поисследуем. Я просто чуть отодвину паузу рассказа про эту гипотезу. Вы сказали, что это уже 19 лет, так? Да. Началось это в 33 года, так? Да, в 33. А вы помните тот период, когда началось такое? Ну, я говорю, я даже не понимала. Вот как навалило в одну минуту, когда человек вышел, и стало плохо. И ты не понимаешь, что с тобой происходит. Я помню, я понял вас. А вы помните период, когда это началось? Период жизни в 33 года, когда это? Где вы жили? Какое это было время? Ну, мы жили, да, на квартире, своя квартира, муж, я, ребенок. Это было после рождения ребенка? Да, это было после рождения ребенка. А сколько ребенку было лет? Ну, ребенку было где-то 4 годика. Я так понимаю, что это дочь? Да, это дочь. И дочери, она сейчас у нас закончила институт уже? Да, закончила. Отлично. То есть, после рождения дочери, сколько было, извините, я не расслышал? 4 годика где-то ей так было. А еще что в жизни происходило в тот период? Ну, в тот период, в принципе, ничего не происходило. Я была в декрете, занималась с дочерью. Конечно, рост у нас был такой тяжелый, она болезненная была. Я переживала, мы очень часто болели. Я уходила на больничные, поэтому практически я до 6 лет находилась с ней, потому что она не могла посещать садик. И поэтому вот такое было большое напряжение эмоциональное. Еще когда она была маленькая очень, она плохо вес набирала, плохо кушала. И у нее, ну, когда на то время говорили доктора, что это все связано с животиком, но меня что-то настораживал тот момент, что это начиналось где-то в 5 часов вечера. В 5 часов вечера, и практически до утра она плакала, эти бессонные ночи. Я постоянно задавала вопрос, почему именно в 5 часов. Это про, ну, как мне объясняли, что все, как болезни на вечер. И температура повышается, поэтому это нормально. И когда уже, вот сейчас я уже сравниваю, вот когда подходило время 5 часов вечера, и я смотрела на часы, то у меня вот такая тревога появлялась, меня сжимало сердце. Я ждала этого и думала, вот-вот это начнется. Вот это начнется, вот это будет одно и то же время. Уже вечера я ждала, ну, с такой тревогой сильной. Но этому не придавало значения. Это уже сейчас я анализирую, что я даже не понимала, что это как сердце сжимается, как самой как-то плохо чувствовала. Но я все связывала с тем, что я устала, допустим, плохо спала, это нормально, ну, как организм устал, и все. А у вас, простите, Кристина, я вынужден вас остановить. Кристина, а это у вас единственная дочь? Да. А чем она сейчас будет заниматься? Она работает сейчас. А вы в Ростовской области находитесь? Нет, я с Украины вообще-то. Ну, я просто слышу, отлично, прекрасно. Она сейчас после вуза, она с вами будет жить? Да, она живет с нами. А будет жить? Ну, пока мисс, да, она еще не замужем, живет с нами. А что вы будете делать, когда она познакомится с молодым человеком и, может быть, переедет к нему? Ну, прямой это, это ее выбор, это ее жизнь. А вы сейчас за нее также переживаете? Да, переживаю. Она говорит, даже очень сильно переживаю, что мама говорит, так нельзя переживать. Ну, мне кажется, это нормально, каждая мама переживает, наверное, за своего ребенка. Но не до тошноты, рвоты и давления. Может быть. Ну что ж, смотрите. Вы пришли, чтобы я попробовал вас ориентировать. Да. Значит, заключение. Заключение такое. Вот Александр пишет, выгода симптома. Я здесь не совсем с ним соглашусь. Изначально было, в принципе, для меня очевидно. Сейчас это гипотеза, она подтверждается более точно. Я думаю, Кристин, что на самом деле, то, что с вами происходит, вы немножечко просто потеряли ориентацию, потому что вы думали, что же происходит, потому что с дорогой какая-то проблема. И вы как бы ушли немножечко в сторону. Вы думали, что у вас проблема с дорогой. Но дорога, поездка куда-то, поездка, например, в какой-то соседний город, поездка в соседнее село, в соседний какой-то магазин, выпускной. Вот я сейчас процитирую вас. Поездка в соседний город, поездка в соседнее село, поездка в магазин, выпускной, день рождения. болезни родственников все это запомните одно слово метафора ответственности да запомнил все это про ответственность и на самом деле вы не то чтобы болеете вы очень гипертрофировано гиперответственный человек который настолько сильно перебарщивает с гипертрофированной ответственностью за процесс за выпускной за поездку как вы справитесь как вы сможете вылечите, не вылечите поможете, не поможете как все пройдет как у вас получится или нет и вот эта гипертрофированная ответственность началась у вас 19 лет назад когда дочь потихонечку начала проявлять такую полиаморфную картину разных заболеваний где вы уже начали проявлять вовсю свою гиперответственность свою тревожность и она до сих пор сохранилась по отношению к дочери поэтому проблема у вас не в том что у вас с дорогой какая-то проблема а проблема в том что когда вы собираетесь в дорогу вы начинаете тревожиться автоматически потому что для вас дорога поездка это метафора ответственности это метафора сомнений справитесь ли вы получится ли у вас видимо вы настолько ответственный человек да это это есть можно я перебью еще на минуточку скажу Алексей понимаете вот даже когда я допустим не могу поехать даже у меня была работа связанная с командировками и вот я понимаю что нужно ехать в другой город и возникает такая проблема что я не могу но я пересиливаю себя иногда еду а иногда такие скачки что я в принципе даже не могу поехать и потом я начинаю себя корить винить что вот я почему я не смогла почему я не собралась и вот это у меня такое чувство вины появляется потом уже как съедаю себя что вот ну как так я вот не смогла ну почему и вот это все еще как-то да это уже вторично вот здесь вот Александр он говорит о том что вторичная выгода симптома я здесь сказал что я не совсем согласен но тут есть отчасти некоторый элемент вторичной выгоды что когда человек вы в частности испытываете рвоту давление и жуткий дискомфорт перед какими-то делами вы как бы их откладываете по причине самочувствия то есть вы говорите я не поеду я отложу потому что я себя опять плохо чувствую но на самом деле как бы вы самочувствие таким образом подкладываете перед снятием себя но определенных моментов потому что это опять же для вас травматично это ответственность это поездка это как получится как пройдет и так далее поэтому какая-то доля перекладывания вот этой ответственности на свое здоровье в такой знаете метафоре я себя плохо чувствую давайте вы со мной или я себя чувствую лучше я не поеду или я себя плохо чувствую лучше я не буду лишний раз как-то вот высовываться да в активность такую вот у меня к вам вопрос Кристина давайте предположим что вы едете там в другой город по делам если говорить про ответственность если мы сейчас убрали ваше самочувствие негативное потому что тревога рвота и так далее и так далее это все проявление рвота давления все это проявление высокого уровня тревоги отторжения вот а что в метафоре ответственности для вас такого вот тяжелого например возьмем выпускной возьмем день рождения и возьмем болезнь родственников вот возьмем эти три примера Как ваша гипертрофированная ответственность в этих трёх примерах функционирует? Выпускной, как вы переживали, день рождения, как вы переживаете, и болезнь близких, как вы переживаете? Ну, выпускной, в принципе, как всё пройдёт, как я смогу себя там чувствовать. Справлюсь ли я? Да, справлюсь. Не хочется, чтобы смотрели на меня, когда я буду в таком состоянии, видели. То есть не потеряли лицо, да? Да, да. В принципе, самое какое-то меня больше волнует, что, допустим, как на меня будут смотреть люди, как я буду выглядеть, когда мне будет плохо. Не хотела, чтобы это видели, в принципе. Вот это волнует. Это по поводу выпускного? А по поводу болезни родственников? Ну, по поводу переживания за их здоровье, в принципе, это тревога, что я волнуюсь сильно, допустим, вот так. Тут уже по-другому всё, чтобы всё поправилось. Сейчас, давайте ещё раз повторить, пожалуйста, я не очень расслышал. Как вы переживаете по поводу тревоги, ой, по поводу вашей ответственности, когда мы говорим о том, что болеет родственник? Как там ваша ответственность проявляется и ваша тревожность? Ну, ответственность в том, что беспокоишься за человека, делаешь ему все комфортные условия, заботу. Так, а тревога как выглядит? Ну, тревога, ну вот, к примеру, я не знаю, как это объяснить, допустим, когда у меня папа болел, онка, я, допустим, закрывалась в комнате, чтобы ребёнок не видел, муж не видел, и просто плакала. Я понимала, что он уйдёт, что дни сочтены, просто в себе, чтобы близкие не видели, вот так переживала вот эту тревогу. А почему, чтобы близкие не видели? Ну, не хотела, чтобы ребёнок видел, она ещё маленькая была, зачем её травмировать? Она увидит и спросит, мама, почему ты там плачешь, и ей нужно было объяснять, я не хотела этого делать. Да, и мужу не хотела показывать, как, в принципе, понимаешь, ну это как эмоции мои личные, ну что, я буду ходить, и вот это, чтобы они видели, как я рыдаю. Ну, что он изменит, всё равно мне ничем не поможет. Как ваша ответственность проявляется обычно в повседневной жизни, не только перед поездками, но и в жизни вообще в повседневной? Ну, я очень ответственная насчёт и в жизни, и в быту. Ну, вот, собственно говоря, здесь, вот давайте здесь, я знаю, сделаем большую паузу. На самом деле, ваша жалоба, она формулируется именно вот так, как мы сейчас её с вами и сформулировали. Ваша проблема не в дороге. Ваша проблема в гипертрофированной ответственности. И работать вам, и применять рациональное мышление, когнитивную терапию, философию, помогающую философию, если хотите, гибкость, да, нужно конкретной, вот, конкретной вещи под названием слишком гипертрофированная ответственность или слишком гипертрофированная катастрофизация, слишком гипертрофированное придавание значимости событию, которое вы немножечко перебарщиваете в драматизации. А как я справлюсь? А как? А это? А как получится? А как подумают? А как посмотрят? А как это будет выглядеть? То есть, для вас это настолько эмоционально и значимо, что здесь, скорее всего, работа не проводится. Рекомендации. Рекомендации следующие. Во-первых, надо отдавать себе отчёт в том, что ваша гипертрофированная ответственность – это структура вашего характера. То есть, надо абсолютно адекватно отдавать себе отчёт в том, что вот так просто, с кондычка, быстро от того, что вы осознали, что ваша рвота, давление и так далее не связана с самой дорогой, оно связано с большим количеством обстоятельств под названием, которые я интерпретирую как гипертрофированно ответственные. Ответственность перед поездкой, ответственность перед встречей, ответственность перед мероприятием, ответственность перед больным, ответственность перед родственниками, ответственность перед мнением окружающих. И всё это для вас слишком гипертрофировано. Это первое. То есть надо отдавать себе отчёт, что само оно не уйдёт. Потому что это привычка, которая является частью вашего характера, если хотите. Второе. Надо понимать, что чтобы вот эту гипертрофированную ответственность, перфекционизм, преувеличение, преодоление, преодоление сверхценности значимости событию, чтобы все эти вещи потихонечку-потихонечку разрабатывать в более гибкие, в более адаптивные, нужно постоянно научиться вести с собой диалог. Диалог этот должен учиться, вы должны учиться вести с собой и с последствиями. Помните, как в когнитивной терапии этот диалог выглядит? Договариваться с собой. Да, а что будет самого худшего? А какие варианты? А с чего я взяла? То есть тут очень такой целый большой диалог со словами, с чего я взяла, что, например, мне нужно ехать в соседний город. Я испытываю тревогу. Вы задаёте себе вопрос, чего конкретно я боюсь? Я боюсь, что конкретно я боюсь. И вот у вас пошёл начало диспута. Я боюсь, что мне там станет дискомфортно, и мне, возможно, придётся потерпеть. Раз написали. Что ещё я боюсь? Я боюсь, что я создам дискомфорт окружающим людям, которым, может быть, будет некомфортно. Вы писали это. Что ещё я боюсь? Я боюсь, что я не справлюсь. Сразу уточняйте критическим вопросом, с чем конкретно ты боишься не справиться. То есть, не просто, что я не справлюсь, а с чем конкретно. С чем конкретно? Ну, например, я там не справлюсь конкретно, потеряюсь в другом городе. Следующий критический вопрос вы задаёте. Что должно произойти, чтобы я потерялась в 52 года в городе? Что конкретно должно произойти, чтобы я потерялась? И начинаете идти из последнего. Как я буду себя вести, если я себя начну тревожить в поезде? Как я буду себя вести, если мне не получится договориться с чем-то? Как я буду себя вести в этой дороге, или в этой поездке, или на этом дне рождения, на этом выпускном? То есть, вы начинаете более конкретно и точечно вести с собой диалог в работе с последствиями. То есть, сейчас, Кристина, ваша ошибка была в том, что вы точечную прикладную работу с тревогой не вели. Вы просто констатировали некий факт, что вам плохо, что у вас рвота и давление перед некой дорогой, и вы не могли понять, с чем это связано. Но конкретного диалога, методичного диалога с собой, проработки критических последствий, плана действий, разработки отношения к возможным перспективам. Например, давай предположим, что я не понравлюсь туда, куда я еду. Или давай предположим, что у меня не получится сделать то, что я бы хотела, если у меня получится, если я туда приеду. Или давай предположим, что обо мне плохо подумают. Или давай предположим, что я не справлюсь. Или давай предположим, что кто-то заболеет, и я буду не в состоянии человеку помочь. То есть вы начинаете накидывать себе какие-то вот такие гипотетические варианты из будущего, которые вас беспокоят. Как я буду действовать, если я не смогу? Как я буду относиться, если я не смогу? Как я буду действовать, если я не справлюсь? Как я к этому буду относиться? Как я буду действовать, если мне придётся доставить людям дискомфорт? Как я буду к этому относиться? То есть, вы начинаете более точечно вести с собой диалог с этими моментами. Например, мне нужно собираться на выпускной к дочери, я испытываю тревогу. Вопрос задаем себе, что конкретно я тревожусь по поводу выпускного? Ответы. Я тревожусь, а справлюсь ли я там? И тогда следующий вопрос какой? С чем конкретно я там справлюсь? Ответ. Вдруг я там не справлюсь со своей тревогой? Опять конкретный вопрос. А что конкретно, как я не справлюсь со своей тревогой? Что должно произойти? Что я встану, начну махать там труселями и кричать там танцы на столе? Что конкретно я, с чем я не справлюсь? Там что экзамен какой-то там? Что случится? Ну, наверняка ответ у вас будет максимально такой. Мне станет как-то дискомфортно, я покину помещение. Ну да. Ну давай предположим, что тебе придется встать, покинуть помещение, выйти там. Пройтись или попросить воды там, я не знаю. Ну что самого худшего, да? То есть вы начинаете конкретно работать, давая себе своему мозгу конкретный план действий. И тогда вы начнете понимать, что на самом деле вы тревожитесь не потому, что вам надо куда-то ехать. И потому, что вам нужно идти на выпускной. А вы тревожитесь потому, что у вас нет плана действий на разные возможные варианты развития событий. Поняли? Понял. Какие мысли сейчас? Что нужно договариваться с собой и объяснять, составлять план действия. По поводу? И переубеждать себя, что ничего страшного не должно произойти. И конкретно отвечать, почему я боюсь. И называть конкретные действия. Смотрите, вы должны четко для себя понять, что у вас не просто тревога из-за того, что вы в дороге или перед дорогой. А вы смотрите в будущее поездки или в будущее выпускного или какого-то мероприятия, что у вас что-то там не получится. Не справитесь, не сможете. И вы должны себя не переуговаривать, как вы сказали, переубеждать. Вы должны найти вот эти тревожные сомнения. С чем конкретно я боюсь не справиться? Что конкретно у меня не получится в дороге? Что конкретно не получится в этом выпускном? Что конкретно я боюсь? Что именно я не смогу? То есть вы должны очень четко понимать, что надо работать не с рвотой, не с тревогой. С тревогой вообще работать невозможно. То есть когда мне говорят, надо работать с тревогой, мне смешно становится. С тревогой невозможно работать. Тревога – это эмоция, она очень размыта. И она направлена в будущее всегда. Чтобы снизить, знаете, популярная фраза, надо снижать тревожность. Людям, которые вам говорят фразу «надо снижать тревожность», мне хочется вопрос задать. Каким образом? И ответ будет такой. Можно работать с телом. Можно работать с мышлением. Самый, наверное, популярный ответ – работать с мышлением. Но это слишком абстрактно, понимаете? А вот я, Кристина, вам хочу сказать, что вам надо работать не просто с мышлением. Вам надо работать с конкретикой, которая вызывает тревогу. А ваша конкретика – это что? Это заглядывание в будущее, в те обстоятельства, перед которыми эта тревога возникает. Как я заглядываю в будущее про поездку? Что конкретно там я такого боюсь и не допускаю? Как я заглядываю в будущее про выпускной? Что конкретно я там рисую в своих фантазиях? Как я заглядываю в будущее перед любой ситуацией, которая связана с таким словом, как ответственность? Уловили меня? Да. С чем вы уходите сегодня занятие? Что получилось понять? Я должна заглядывать в будущее и конкретно, чего я боюсь задавать себе вопросы. Что там может случиться? И постоянно вот так конкретно отвечать на эти вопросы. Допустим, перед поездкой, перед выпускным, перед любым важным событием. Прям берете прям тетрадочку, ручечку, очечки и сели. И прям поехали писать, что конкретно перед поездкой тебя тревожит. А если я не смогу это и это. Прям выписали сначала, что тревожит. Понятно? И начали потом прописывать с собой договариваться. Кристина, если там это, то будешь так-то действовать, то-то, то-то. Если будет это, будешь действовать так-то, то-то, то-то. То-то, то есть, вы должны прописывать разные планы действий на разные варианты развития событий. Понятно? И вы удивитесь. Вот если вы меня послушаете, вы мне потом как-нибудь письмо напишете. Что когда вы начнете писать вот этот план действий перед поездкой, писать все это вариативные варианты договариваясь. Вы увидите, что в процессе письма уже ближе к концу ваша тревога потихонечку начинает снижаться. А потом, когда вы начнете куда-то ехать или куда-то пойдете, тревога автоматически поднимется, но не так сильно. И у вас всегда в мозгу будет определенный алгоритм действия. Вы такая, идете там куда-то, да, и у вас такая мысль, а вдруг там станет плохо. И у вас уже что? У вас уже в голове есть наработанная схема, как вы будете действовать, если там захотите выйти, как вы будете действовать, если вам там станет эмоционально. А как вы будете действовать, если вас не примут? А как вы будете действовать, если вам станет скучно? В общем, вы начинаете уже, когда идти, уже с другой тревогой, с другим уровнем тревоги, потому что у вас уже это проработано на уровне, вы уже это прописывали. Вот в чём была ваша ошибка. Вы не заглядывали в механику тревоги. Вы в целом видели только проявление в виде рвоты и в виде давления перед какой-то дорогой. И вам показалось, что это только дороги касается. Но это касается любых мероприятий, которые связаны с ответственностью вашей жизни. Ясно? Понятно. Да, понятно. Вопросы? Вот, допустим, если я собираюсь в дорогу, и уже я знаю, что, допустим, через неделю мне нужно ехать, я вот целую неделю должна прописывать вот этот план и задавать себе вопросы. И тогда, когда будет близиться этот день, то у меня уже не будет такого сильного тревожного напряжения. Оно то будет, но не таким сильным. Смотрите, я понял. Сначала, конечно, вам потребуется чуть больше времени, чем обычно. То есть, если вы уже испытываете за неделю тревогу, это хорошо, потому что у вас есть неделя на то, чтобы повыписывать всевозможные варианты, чтобы вы могли тревожиться там. То есть, у вас есть огромное количество времени каждый день ходить и задавать себе вопрос. Скажите, ну что там может произойти? Ну что там может произойти? Ну что там может быть такого? Ну с чем ты можешь не справиться? И каждый день вы можете находить какую-то гипотезу о том, что там может произойти и с чем ты там можете не справиться. И если вы будете следовать моим рекомендациям и возьмете вот такую вот критическую историю с собой, да, вот с этим вот, что там может произойти, что там может быть этого, что этого, а как ты будешь тогда, а что тогда, а как к этому, то очень скоро вы поймете, что вам уже не нужно неделю. То есть у вас же сомнения, они будут примерно одинаковые То есть вам достаточно будет прописать пару раз перед поездкой Пару раз перед какими-то днями рождениями Пару раз перед какими-то встречами с родственниками И вы в какой-то момент поймете, что в принципе вы будете писать про одно и то же Что у вас везде будет фигурировать А как вы там справитесь, а как о вас подумают А что будет если То есть в принципе пул, вот пул таких вот страшилок Которые связаны и с дорогой, и с днем рождения, и с болезнью И со встречей с друзьями, и с рабочими встречами И там еще с какими-то, у вас вот пул этих сомнений будет примерно 10 Ну максимум наверное И на самом деле там не так уж это и широко Может быть даже и меньше, понимаете И там буквально на двух руках можно будет уместить Те страшилки, которые лезут вам в голову Просто вы их не успеваете отследить Поэтому они вас И вам и кажется, что эта тревога просто беспочвенная И вам кажется, что вы просто тревожитесь из-за поездки На самом деле вы интерпретируете эту поездку Прямо по каким-то конкретным пластам Что там может пойти не так Ну например, это то же самое, что человек Говорит Я испытываю сильную тревогу перед полетом на самолете И он испытывает тревогу не перед полетом на самолете Я говорю, куда ты летишь? Он говорит, я лечу там в Доминикану Расскажи про поездку И оказывается, что человек испытывает Во-первых, естественную тревогу Потому что он летит в Доминикану первый раз Во-вторых, оказывается, что он не знает этот отель И он летит первый раз в отель В отеле заказал он его на букинге И он не очень уверен в безопасности бронирования Два В-третьих, он летит с дочерью С дочерью от первого брака И он первый раз вообще с ней летит На так давно На так долго Потому что дочери 14 лет И он ее вообще не видел два года И они решили вместе слетать отдохнуть три И у него это Как он там с ней справится Что может быть Понимаете, Крис? Кристи, Кристин Да, 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 я поняла Что оказывается, то что? Совсем другие причины Конечно Что он-то думал, что он просто тревожится перед полетом А на самом деле Там есть куча конкретных вещей Которые заставляют его тревожиться Запомнила пример, Кристина? Да, да, все Да, я запомнила Все, я поняла Спасибо большое Умничка Вот точно так же и у вас Вы думаете, что вопрос в дороге? Я совсем в другом Другие причины Конкретно нужно ставить себе Вопросы и отвечать на их Да, умничка А если разбирать конкретные случаи Например, оказывается, что вы едете к женщине Которую давно не видели Или оказывается, что вы едете первый раз по маршруту Вы одна едете Или вы, например, уезжаете, а дочь болеет То есть там будут конкретные внутренние обстоятельства Которые вызывают тревогу Поняли? Понял Вот эти обстоятельства надо уметь находить И надо уметь с ними договариваться Договариваться Ясно? Все понятно Спасибо Кристина, у меня вопрос Мы можем этот кейс на YouTube выложить? Да, конечно Все, спасибо вам большое Кристина, у меня к вам вопрос Скажите, в Украине YouTube работает русскоязычный? Да То есть там мои видео вы видите, да? Да, да, видим ваши видео Те, что вы выкладываете, бесплатные видим Супер, ну и прекрасно Все, спасибо, здоровья вам Спасибо большое Всего доброго До свидания До свидания Так Роберт У нас этот кейс тоже пойдет в работу когда-нибудь Значит Вопросы По кейсу Всем понятно Что я здесь разбирал Что вот, кстати Вот, казалось бы, да Кейс такой непонятный Вроде тревога перед поездкой Странно, да? А когда начинаешь разбирать кейс Начинаешь вот Профессионально погружаться Есть конкретная история Что, которая, скорее всего Знакома каждому зрителю кейса Каждому просмотримому на YouTube Клиенту, да? Другое дело, что если этот кейс Смотрели психологи Вот это плохо Что вы этого не увидели И когда я задавал вопрос Видите ли вы В чем Подоплека Было бы неплохо Если бы вы Это увидели Скажем так, да? Но, кто не увидел Коллеги, не расстраивайтесь В том смысле, что Это требует Некоторого опыта Это требует Некоторой такой Профессиональной Заточенности, что ли Да? И Это можно натренировать Это можно Потренировать Это можно Это можно научиться В каком-то объеме Да? Поэтому Как говорится Обращайтесь Помогу Значит, что мы делаем дальше С пациентом Значит, вот мы Выделили Вот эту зону работы Да? Мы сформировали гипотезу Потом мы гипотезу проверили Потом мы ее утвердили Взяли в рабочую основу Вот у нас рабочая основа Да? Это вот именно Вот такая Это чисто Это чисто Когнитивно-поведенческая техника То есть здесь Не нужно уходить Ни в какой анализ Ни в транзактный Можно, конечно, пойти Почему у нее такая ответственность Можно, конечно, пойти в ее детство Можно пойти, что это одна единственная дочь Можно пойти там Бог знает куда И, в принципе, там всегда есть какая-то интересная штука Но Я бы в этом кейсе бы Не пошел Вот в эту всю Философию Я бы остановился только вот на том На чем я и предложил Кристине Да? Я бы сказал следующее Что вот мы работаем Значит, вот с такими С выявлением Конкретных автоматических мыслей Которых Кристина не видит Да? Вот я приводил пример Что, оказывается, тревога Не просто тревога А потому что есть какая-то конкретика Конкретные сомнения В конкретных обстоятельствах Которые вызывают это беспокойство На этого не замечает Ну и технология, соответственно Выявления вот этих сомнений Перед каждой зоной тревоги Вступление в диалог Дискуссия с этим Цель которой Разработать критическое вариативное мышление И все И терапевтический результат Будет удовлетворительный В данном случае Если тревогу пациентки С помощью когнитивно-поединической терапии Будет снижено где-то процентов на 60 То есть Она всегда будет испытывать Кристина, вы слушаете, да, меня? Я надеюсь То есть Пациентка всегда будет испытывать Некоторое чувство озабоченности Некоторое чувство тревожности Перед поездкой То есть Она никогда перед выпускным Перед дням рождения Перед больным родственником Не будет чувствовать себя Ну как сказать Очень спокойно что ли То есть Кристина такой человек Что она в принципе Вот Пофигистом никогда не станет Просто Если она будет выполнять Вот те рекомендации Которые ей дал я Или там Вы будете давать рекомендации Вашим клиентам Она Клиентка Сможет эту тревогу Снизить процентов на 60 65 И этого будет вполне достаточно Чтобы ездить Чтобы быть в нормальном состоянии Она просто будет где-то так Знаете Такая Перед поездкой Там иногда возникает Там некоторое напряжение Как у любого человека И это будет нормально Потому что любой человек Перед поездкой Испытывает Тревожная взволнованность Да Любой человек Перед болезнью родственника Чувствует напряжение И это естественно То есть в данном случае Тревога на уровне 30 40 Она у нее Будет считаться Умеренной Потому что она Вот такой человек С детства Сейчас у нее Эта тревога Очень ярко выраженная Рвота Давления Это примерно 90 Да В процентах У меньшим С помощью этих техник До 60 Будет вполне достаточно 60 40 То есть 40 60 Для нее Будет вполне достаточно Чтобы в принципе Нормально функционировать И так далее По срокам Значит Если пациентка Будет выполнять Все рекомендации Консультанта И консультант Будет правильно вести Методично С ней Последовательно Работу С выявлением Автоматических Сомнений И Формирование Критического Мышления С вариативностью Действия То я думаю Что Ну буквально Пару месяцев И результат Не заставит себя Долго ждать Пару месяцев Это 8 сессий Соответственно Вот такой клиент Может изначально В терапии При первой встрече Заключаться Терапевтический контракт Ну на 8 сессий Этого будет вполне достаточно Чтобы Показать клиенту Определенный результат Также Также Очень важно Будет Переложить Ответственность Разделить Эту ответственность На клиента И на терапевта Объясняв Клиенту Что Вот эту Проблему Автоматического Мышления И Вариативного Ответа И гибкости Это конечно Все хорошо Но если Ты не будешь Следовать рекомендациям Если ты не будешь Относиться К Процессу Очень Вовлеченно То Результатов У нас с тобой не будет И вы разделяете Ответственность Вы говорите Моя зона ответственности Это максимально Помочь тебе Этого научить Твоя зона ответственности Это максимально В течение Недели Между сессиями Вовлекаться В самостоятельную работу Ясно? Ну примерно То же самое Что вы говорите Моя задача Порекомендовать тебе Книгу И Сопровождать тебя По этой книге Твоя задача Эту книгу читать Поняли? Все